Привет! После небольшого перерыва я все-таки решил вернуться к Bright Island. Ну да, в свое время миниатуры я немножко расстроил, но тем не менее он классный. Итак, в самом начале мы можем заметить вот такую пилюлю здесь. Всего их 5, они раскиданы по уровням. Соберем их все и в конце получим секретное оружие. Ну а здесь нам открывается вид на весь уровень. Собственно, вот эта вот пирамида вся. Нет времени ждать пока спустится эта штука. Просто спрыгнем сюда, ибо эта вещь спускается довольно медленно. Ну да. Но мы сначала не пойдем в эту пирамиду. Мы пойдем за довольно полезным, но весьма глупым секретом. Глупым потому, что всю эту пирамиду нужно обойти для того, чтобы его взять. Да, и я, честно говоря, не понимаю, почему бы не расположить этот секрет вот за этим, чтобы игрока не бесить. Или вот здесь, прям между вот этими камешками. Да, неплохо смотрелся. Но я не гениальный левел дизайнер, поэтому не могу судить. Да. Но мы все, идем. Да. Вот там, кстати, выход с уровня. Итак, почти набрались и убежали вот за этими двумя предметами. Сердцем и кроссовками. Да. Между ними еще расположен цветок папируса, намекающий на то, что здесь есть выходный секретный уровень. В классике. Да. Будем иметь ввиду. Теперь бежим обратно. Я полагаю, вы могли слышать звук портала, когда мы подобрали эти предметы. Это потому, что за нами уже выехали. Вон там вдали большой рептилоид. Ну и второй такой же вон там. Я думаю, уже можно альтернативным огневому поливать. Отлично. Все, мы можем идти внутрь. И эта пирамида нас встречает с этими зоргами и пародией на казм из Дум-2. Да. Но, по крайней мере, здесь мы можем прыгнуть. Итак, здесь лежит вот такая сфера. Нам нужна, чтобы по уровню двигаться. А вот тут еще одна таблеточка. Так, мы слышим зумбулов. Сразу нападаем на одного из них. Вот так вот. Чтобы он по нам не стрелял. А второго просто уйдем. Умри. Первым делом мы посетим вот эту комнату. И она нам покажется довольно пустой. Но серьезно, здесь как будто ничего нет. Однако, если мы посмотрим наверх, то увидим мишень. Которая открывает нам секрет. И это, нововведение еще одно в Брайт Айленд. Это рюкзаки с особыми боеприпасами. В нашем случае для плазменной винтовки. И еще рюкзаки с, не знаю, напалмом, с пулями и так далее. Это, в теории, может интересно балансить бои. Ну да ладно. Итак, здесь обычный рюкзак. И на нас напомнили скелеты. Ничего сложного. Просто разрываем их таким образом. Бедолаги до нас даже добежать не сумеют. Ну и этот этаж закончен. Ставим сферу вот сюда. И сейчас мы поднимемся наверх. Итак. Сразу здесь будет зумбул. Расстреливаем его. Дожидаемся скелета. В этих коридорах будут зерги. И идем дальше. Здесь в конце коридора вроде бы опять пустая и бесполезная комната. Однако, если мы уничтожим вот этот светильник, то найдем тут кирпичик. Поставим его на место и откроем скелетную комнату со змеи вкусняшками. Которая весьма полезна в этом месте, надо сказать. Сейчас объясню почему. Да, собственно, неуязвимость нам поможет преодолеть вот это вот озеро с лавой. А гранатомет будет полезен. Вот для этих скилленов. Точнее для них он будет очень вреден. Ну, как бы, да. Суть вы выловили. Да, просто закидываем игроватами. Вроде все. Проверю еще здесь, кто любит застревать иногда. Вроде все. Итак, нам нужно надавить здесь вот эту кнопочку. И уплываем сюда. Быстро отстреливая рыбок. Замечательно. Там еще парочка. И... Возвращаемся назад. Здесь уже вот такой вот маятник. Аккуратно проходим здесь и... Здесь лежит ракетница, но осторожно. Как только мы ее возьмем, появится вот этот чувак. И через некоторое время появится 4 синих биомеха. Ничего сложного. Так, здесь еще одна таблеточка. Не забываем про них. Этносфера воды. И... Сейчас лифтновс поднимет к, на первый взгляд, довольно странной арене, но... В ней есть своя фишка. Итак. Сколько мы подойдем вот сюда. Дверь откроется. Появятся скелеты. И куча рептилоидов. Скелетов мы вот так вот останавливаем. И потихоньку уничтожаем рептилоидов. Поворачиваясь от этих шаров. Так, как только мы уничтожим последнего, появятся... Предпоследнего, точнее, появятся вот эти вот... Все чуваки. Главное успеть взять неуязвимость, которая в центре. Именно при уничтожении предпоследнего рептилоида. И просто спаем ракетами. На первый взгляд, арена немного бестолковая, но тут... Суть в том, чтобы вовремя взять выязвимость. Так. Осталось еще немного скелетов. Но ничего страшного. Итак. Нам нужно поставить вот сюда статуэтки. Почитаю уходить сюда, потому что... В другой комнате нам понадобятся наряды для плазмы. Потом покажу, почему. И так, берем здесь несколько вот этих вот. И когда возьмем табличку, здесь появятся вот эти ребята. Быстренько избавляемся от них. И бежим вот сюда. Здесь я немножко схитрю. Просто заходим вот сюда и... И делаем вот так. Это немного безопаснее. Ну, можем, конечно же, выйти, но... Им нужно еще добить остальных. Там скелеты еще должны были появиться. Их больше нет, судя по всему. И выпрыгиваем сюда с ракетницы и добиваем остальных. Отлично. Да, это не самый бывший способ, но когда проходишь уровень одним сегментом без сохранений, но иногда хочется, знаете, поиграть безопасно. Да, ладно. Вот вторая комната. Она попроще, если понимать, что делать. Собственно, как она работает. Когда мы возьмем вот эту статуэтку, появится здесь камиказа, здесь камиказа. Будут бегать куча лягух. А в центре... Курпион. Которого мы бахнем альтернативным огнем из плазменной винтовки. Посмотрим, как пойдет. Курпион. Пара альтернативных выстрелов, и все хорошо. Это гораздо быстрее, чем расстреливать его из ракетницы или автомата. Во-первых, мы от них, от скорпионов, быстрее избавляемся. Во-вторых, за нас вот эти вот ребята не успевают добегать. Ну и все. Будем ставить статуэтки на место. Я, пожалуй, перегр... Так. Здесь куча скелетов у нас дожидается. Так как они просто не успели выбежать. Тут за углом еще я слышу. Да, это все. И мы снова поднимаемся наверх. По этой... С помощью этой водянистой штуки. Действительно водянистая. Не знаю, в чем задумка, но... Почему нет? Ау. Это самое место с почти бесконечными лягушками. Я не так давно делал ролик на эту тему. Я его, пожалуй, прикреплю куда-нибудь. Если вы вдруг не видели. Но сущем? Когда мы нажмем на эту кнопку, появятся вот эти вот пути света. И мы должны пройти по ним вон до той кнопочки. Но, если мы сойдем на темную сторону, то выпадут лягухи. И... Нам придется так сделать, учитывая, сколько убийств не хватает, если пройти так, как надо. Сразу же. Итак. Честно говоря, вот именно этот момент, который я описывал в ролике, стал одной из причин, почему меня этот уровень немного расстроил. Ну да ладно. Ну, тем не менее, вот здесь еще таблетка. Да. Последняя должна быть в той комнате. Ну что ж, теперь пройдем как положено. Мы прошли. И вот здесь находится последняя пилюлька. И спойлер о том, что в конце будет босс. Поксающе, да. И так, что у нас следующее. А следующее у нас вот это вот концептуально классная, но немного бестолково реализованная комната. Вы видите, почему. И так, уберем прыжковые ботинки. И становимся спиной вот этой колонне. Чтобы чуваки, которые появятся сзади, нас пока не видели. Потихоньку отстреливаем этих камиказе. Пока вместе с ними не начнут появляться скелеты. Сейчас уже должно быть. Да. И прыгаем. Оба. Правда, забавно. Ну и, собственно, мы подавляющее большинство времени проведем на потолке в этом бою. У нас тоже появляются скелеты. Ну и, опять же, двигаемся постоянно, чтобы те скелеты, которые остались наверху, точнее, внизу, чтобы они у нас не попадали своими снарядами. И там взрываются потихоньку. Потому что задевают камикадзе. Ну, это нам на руку. И так наверху появился бык. И взорвал там кого-то. Так, появился второй. Это значит, что очень скоро у нас будет на потолке тоже бык. Прямо сейчас. Итак. Вот и все. Еще бык. И наверху рептилоиды, которых теперь уже надо уничтожать. А то они принесут проблем. Уже приносят, надо сказать. Так. Отлично. Теперь у нас они появились. Чтобы броню взять. Отлично. И добиваем остальных. Я, по-моему, еще должны появиться парочка. Да. Ну и теперь уже точно добиваем выживших. Да. Проще так. Да, как я уже говорил, концептуально весьма-весьма интересная арена. Но немножко бестолково задизайнена. Потому что, по сути, ребята меня подталкивают находиться только на потолке, а не носиться вот так вот. Переключаясь между измерениями, скажем так, везде стрелять и так далее. И так, мы передвигаемся на очередной этаж. И, да, мы встречаем то оружие, которое у нас собрали в начале второго уровня. И вот эта вот арена, да, с ней есть некоторые проблемы, но я нашел решение, как их, скажем так, избежать. Оно не то, чтобы очень веселое и зрелищное, но, да. То есть мы хватаем эту пушку, бежим сначала вот сюда. Потом вот сюда. И здесь появляться будут всякие гады. И, да, самая большая проблема здесь это зорги. Ну, знаете, которые говорят, ау, я их теперь ненавижу. Ну, увидите. Итак, хватаем пушку и бежим налево. Стоим здесь и уничтожаем скелетов сразу, как только они появятся. Стоим здесь заканчиваются. Сзади появляются гноары. И мы бежим вот сюда. За эту колонну. Посидим пока что здесь. Порежем гноаров, которые к нам прибежали. Остальные застряли. За колонной. Пускай они там побудут. И у нас появляются зорги. Отстреливаем их. Ой. Так, это не запланировано. Ладно, все нормально. Главное особо не двигаться и быстренько уничтожать зоргов, чтобы они нас, скажем так, не смещали с нашего места и остальные гноары нас не видели. Да, их тут довольно много. Да, как я уже сказал, не то чтобы весело и зрелище, но зато работает. О, привет. Чувак, а надо сразу распиливать. Так, вроде все. Можем аккуратненько двигаться вот в этом направлении. Там появляются кукурбиты. И вот этот чувак. Так, пока еще появляются гноары, мы будем их уничтожать вот этой молнией. Да, вроде теперь можно на ракете переключиться. Да, вот точно такие же ребята нас встретят. Ну и скелет, разумеется. Еще вот туда можно ракеты пускать. Потому что за той колонной еще зорги появляются. Их тут чересчур упал, да? На мой взгляд. И особенно это заметно, вот когда вот таким вот немножко трусливым способом их уничтожаешь. Так, ну вроде все. Можно выезжать за остальными. Ну, собственно, они все вон там. Просто и равномерно их... Ой. Просто и равномерно их выносим. И вот этого чувака особенно. У этого оружия есть один очень хороший плюс. Оно бьет сквозь противников. Здесь-то не очень хорошо видно, но... Ну, оно так работает, да. Ну, все, это должны быть последними. Ну, и так как стало немножко попроще... Оу. Я могу уже... Да что ты? Дай сказать. Да, я могу уже сказать, что да. Что это тоже одна из тех вещей, которые маленько меня... Не то чтобы отпугнули, но насторожили насчет этого уровня. Именно вот эта вот арена. Она создает впечатление, как будто она не из серьезного Сэма, как будто, я не знаю, из дома была какого-то. Почему-то вот так вот, да. Она не сбалансированная, по слову, да. Но это нормально, когда вы играете на такой вот сложности. И... Но проблема у меня не в этом. Проблема в том, что она весьма рандомная. И я не очень-то горжусь тем, как я ее прошел сейчас. Ну, наверное, я в конце этого ролика сделаю небольшой бонус и пройду ее так, как предполагается. Ну да ладно. Здесь нас ждет обещанное оружие за таблетки. И обещанный босс. Буквально вот здесь. Это, к слову, еще один выскобленный из Альфа и Сирио Сэма. Контент. Престарелый Скорпион. И мы отправим его обратно в Альфу. Таким вот образом. И просто расстреливаем остальных ребят. Таким. а вот выход но сначала мы обойдем то здание слева и я ремонт от рычаг который нам укажет платформу к секретному уровню точнее даст доступ ну понятно то есть вот эта платформа она ведет к обычному выходу но мы с нее спрыгиваем и под ней платформа которая ведет к секретному выходу я не знал раньше вот про это и я видел этот выход и просто спрыгивал с основной прямо сюда и как бы это работало не на самом деле уровень классный если не играть его на таких вот садомазохийскими условиями какие там без сохранений там и так далее странно почему серьезная бомба не сработала ну ладно я хотел устроить салют в честь возвращения сериусом классического сериусом на канал да ладно повторюсь еще раз меня этот уровень расстроил опять же не потому что он плохой он отличный даже но это при условии будете играть как нормальный человек они как я там чистого старта там без сохранений вот одним сегментом вот это вот все тогда вам понравится как и мне собственно это один из вот тех уровней где есть такие арены на которых ты понимаешь что сериус м это не просто тупая стрелялка как какой-нибудь поинтиллер это именно та игра где надо немножко думать что ты делаешь понимать на что способна оружие на что способны враги и применять каким-то образом ну или как в нашем случае понимать как можно завидеть некоторые особенности искусственного интеллекта и сделать себе жизнь проще но я говорю именно это мне и напомнило уровне из разнообразно опять же уровне из думбла не из оригинального конечно и всяческих воппаков где-то должен именно проработать стратегию чтобы правильно всех разобрать и выйти победителем из ситуации ну и да и у нас есть один поломанный спаун как я полагаю действительно я весь уровень не сбегал но я уже смирился с тем что в классическом всегда есть поломанные спауны поэтому наплевать главное что мы нашли все секреты и теперь я думаю будет обещанный бонус никуда не уходите окно вот мы идем в директорию охранение и здесь вот с этим я записал ролик про любых вот это вот три самые такие вызывающие вопросы на взгляд арены на которых я практиковался нас интересует вот это естественно не знаю почему здесь второй уровень прорисовался на карте я именно эту пирамиду запускал тоже с чистого старта ну что есть то есть и так сейчас мы пройдем это место как полагается сначала очень похоже мы опять бежим сюда и занимаемся спаун килингом скелетов только появляются гнары мы бежим уже за этими и сейчас в этом месте снова нужно появиться скелеты и мы тут потусим какое-то время ой уже появляются зорги стараемся двигаться потому что они вот это вот вот эти вот ребята красные это настоящая проблема на это именно на этой арене как ни странно потому что их много они появляются в каждом углу и просто всаживают миллиард снарядов спины или еще куда-нибудь и нам становится этого плохо серьезно вы можете сколько угодно уворачивать со скелетов от кукурбита но основной весь урон идет от зоргов даже чисто они могут класс прикончится ой ну вроде более-менее все хотя нет у меня брони нету ой вроде более-менее все неплохо да еще раз повторюсь в этом бою проявляется чрезвычайно много абсолютно случайных рандомных ситуаций которые буквально два счета приводят к смерти и основан из-за этих дурацких зоргов которых миллиард так где ты а вот ну да вот такая вот вот так вот эта арена и проходится ну задумано что так она будет проходиться если играть повторюсь опять же в эту игру как нормальный человек сохранение да то есть можно сохраниться перед ней и попробовать несколько вот таких вот статей выяснить как лучше двигаться и лучше спауны отслеживать чтобы их устранять первую очередь на кого обращать внимание заучивать и так далее вот именно здесь проявляется настоящий геймплей настоящего классического шутера повторюсь именно здесь вот серьезно ощущается как опять же не как тупая стрелялка абсолютно тупая безмозглая как настоящая игра скажем так настоящий шутер да можно сколько угодно говорить что это место несбалансированное я пожалуй соглашусь но я не знаю на каких-нибудь уровнях сложности полегче тут соответственно полегче выбирать там самый сложный самый высокий уровень сложности и ныть о том что здесь очень сложно но это как-то странно не можешь ставить сложность поменьше не хочешь но честь становись лучше get good и так далее вот и весь по сути то есть опять же я мог так пройти и в основном ролике вот это вот скажем так да в основном прохождении именно таким способом но это довольно рискованно прямо скажу и очень многое может пойти не так так честно говоря вот я вот сейчас записывал вот этот вот бонус и это было да можно и не активировать эту секретную платформу вот честно говоря это вот третья попытка именно записать эту арену потому что да очень многое очень многое шло не так как хочется как хотелось бы и просто одна вот малейшая ошибка один недогляд там не то оружие не туда свернул там промазал или еще что-то и просто весь уровень начинает сначала опять же с того глупого секрета для которого надо обойти всю эту пирамиду гигантскую и так далее именно поэтому я и немножко попроводил время на этой арене и подумал как бы сделать так чтобы было проще ну и собственно кто это видели надеюсь вот ну и я полагаю что это немного моя задача показать как можно сложные ситуации разрулить чтобы было гораздо проще ну и так далее в общем на этом все спасибо за просмотр я надеюсь что это было для вас полезно и понравилось увиденное изобразие ну и всего вам хорошего и не болейте